Продолжаем цикл дачного каратэ, но теперь на пляже, когда в Москве уже осень глубокая, в сентябре еще можно было рубить бутылки под последними проблесками солнца. А в октябре уже в Москве мало чего можно снять в порядке продолжения цикла дачного каратэ. Ну вот как-то я оказался на пляже в Греции, греков тут практически нет, кроме нас на этом пляже никого. Это отдаленное озеро, и сюда как-то лень ездить даже тем, кто живет совсем рядом. Вот, и вот так вот раздобыл я случайно вот такой меч, вот, и хотел бы продолжить с ним. Все исходит из самых базовых движений. Вот, меч больше похож не на греческий, а на саксонский, такой вот широкий. У мекенских греков были очень узкие такие мечи, больше похожи на стилеты. Ну, примерно такого размера и даже чуть больше. Или короткие широкие ножи, которые потом были и у древних римлян. Ну, примерно вот такие короткие мечи, а этот меч вот среднего размера, больше похожий на сакс. Такие вот были мечи. Ну, естественно, сделан он так, с каким-то изощрением, с какими-то элементами искусства. Ручка такая довольно ухватистая полностью, ее можно охватить рукой. Вот какие-то узорчики. Ну, не скажу, что очень удобно, потому что натирает руку. Вот этот весь этот узор натирает руку. Ну, как бы для того, чтобы где-нибудь на стенке висеть, ничего. И так немножко поупражняться. Ну, немножко, пока мозолей не возникнут на ладони. Вот. И вот движение, движение мечом. Конечно, лучше всего было со щитом, но большого щита нет. Вот щит, он как-то мобилизует. Вот, если мы представим себе большой щит, то мы стоим и делаем выпады. Можем сделать выпад шагом вперед. Так же, как в карате мы делаем выпад гякуцуки, да. Вот так же мы и делаем выпад мечом. Но вот это колющее движение неорганично, потому что ломается кисть. Вот, для того, чтобы нанести удар, кисть должна сломаться. Удар снизу вверх, да, тогда кисть будет нормальной. Вот, но не вложится рука. То есть, меч должен быть продолжением руки, чтобы плечо вложилось туда. Вот, но, к сожалению, вот надо тренировать кисть, для того, чтобы вот в таком положении она при столкновении с препятствием не ломалась, не вываливался меч. В общем, довольно трудное движение. Кулаком все нормально, все стоит как нужно, а вот мечом никак нужно. Поэтому, кроме таких движений, вот, со сменой стойки или просто кулющих движений, обратный хват. Обратный хват много более органичен, тем более, что это удар сверху мощный, только не вытягивая, конечно, а вот настолько, насколько можно. Недалеко, когда сошлись и щитами уперлись, удар сверху вниз или удар по ногам, вот он пойдет гораздо лучше. Сбоку можно, с любого направления. Удар снизу, удар по верху, над щитом, над щитом, под щитом. И еще щит позволяет спрятаться, занять очень низкую стойку, прикрыться щитом, щит закрывает. А противник может оказаться не готов к этому. Он наносит удар в верхнюю часть, мы подсаживаемся и подрезаем его. Да, вот так вот. Раз. Вот, другой вариант. Тоже закрываемся, но с другой стороны наносим. Вот. И отступаем. Длинный выпад. И дальше мы стоим защищенные щитом. Даже щит, в принципе, предполагает возможность удара двумя руками. Раскрываемся одновременно, щит уходит. И двумя руками, упираясь, наносим пробивающий удар. Нет щита, то же самое. Лучше двумя руками работать, чем одной, зачем одной висеть. Прятать ее, как на шпагах, когда, да? Убирают руку, чтобы ее не отрубили. Поэтому, если нет щита, тогда рубимся двумя руками. Есть щит, тоже подключаем по возможности. И щит оказывается в нужном положении. Да? Тоже мы как-то изучали такой удар. Удар сбивающий. Раз. Удар рукой. Точно так же можно, ну, если, там, не знаю, фаланга наступает. Или одиночная схватка. Бежим откуда-то на противника. Набегаем. Набегаем на противника. Выносим правую ногу вперед. И бросок. Бросок вперед. Или в таком варианте. Еще разок. Уязвимость нижней части тела для работы с холодным оружием очень существенного. Кулаком мы же не будем бить в голень там или в бедро. Проку от этого нет. А для меча этот принцип ударил-убил действует и против нижней части тела. Удар по ноге. Противник уже выключил. Остается его только добить. Ну, фактически, любое касание голого тела, незащищенного, там, панцирем или щитом означает, что противник выключен. Поэтому тактика. Если один меч, то с двух рук куда куда проще наносить удары. Или двумя руками. Но если вы хотите обмануть противника, отсюда замахиваетесь, бьете откуда-то с другой стороны, то нужно вот этот маятник. Если помните в фильме «Троя» там герой Брэда Пита Ахиллес бежит очень быстро на огромного воина, который ждет его, чтобы разрубить одним ударом пополам. Но в то время, как воин еще только собирается сделать свое движение, Ахиллес уходит вправо, подпрыгивает и втыкает острый меч, тонкий, тоже не такой широкий, как этот. Втыкает в шею противнику через щит. Этот удар через щит тоже, я думаю, при ближнем бое очень-очень важен. И тогда вот смена смена хвата является важной. Ударил через щит нанес удар. Вот. Значит, вот это движение раз-два. Откуда атака пойдет? Она может пойти отсюда с одной руки или может пойти отсюда с другой руки. Поэтому все движения раз-два. Можно два раза там в одну сторону. Противник тоже на месте не будет стоять. Поэтому обойти его, найти слабое место. с другой стороны срубить. Поверху, понизу. Понизу, поверху. Особенно под щитом, над щитом. Ну вот, наверное, все, что могу сказать на этом славном бережку, на этом греческом песочке. Занимайтесь боевыми искусствами. Слава России, слава Греции. Слава России. Слава России. Спасибо.